Всем привет! Гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков зодиак. Идет третья фаза луны. Как и вчера, луна в знаке Девы. Продолжается 19 лунный день, а с 20 часов 33 минут и до 21 часа 54 минут следующего дня. 20 лунный день. 20 лунный день. Замечательный, необычный день, который может привнести много интересного в вашу жизнь. Так же, как и предыдущий 19 лунный день, энергетически очень насыщен, но его отличие в том, что он предназначен для активных действий. Энергия 20 лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений и решительные поступки. Преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития – вот ваши цели на сегодняшний день. Если вы сможете верно распорядиться данной вам энергией, то день удивит вас успехами и полученными результатами. Символом дня выступает орел, который является благородным знаком, олицетворяющим духовное начало в человеке. Сегодняшний день можно охарактеризовать как день принятия важных решений, способных очень сильно изменить вашу жизнь. Если у вас нет сомнений в своем решении, такие перемены дадутся вам очень легко и в дальнейшем будут иметь только приятные для вас последствия. Кроме того, 20-й день лунного месяца – день духовного поиска и роста. Всю энергетику рекомендуется направлять на созидание и самосовершенствование. В этот день будут эффективны любые духовной практики, направленные на самопознание. Даже если вы не практикующий, будет очень полезным задуматься над своей жизнью, совершаемыми поступками, над тем, к чему вы стремитесь и чего уже смогли добиться. Вместе с тем, знак орла также символизирует гордость, власть, верховенство. И это значит, что в 20-й лунный день важным аспектом в работе над собой будет являться усмирение собственной важности, искоренение в себе таких качеств, как эгоизм, гордыня и высокомерие. Рекомендуется избегать переоценки своих сил и возможностей. Если вы не сможете совладать с проявлением этого, то рискуете больше потерять, чем приобрести. Кроме того, энергетика дня хорошо способствует избавлению от плохих привычек. И если у вас есть такая цель, сегодня вы не повстречаете трудностей на ее пути. В общем, 20-й лунный день принесет вам много удивительного. Поможет посмотреть на мир по-новому, проанализировать и понять свои прошлые ошибки, посмотрев на них со стороны и сделать верные выводы для будущих решений. Даст возможность ощутить внутреннюю чистоту, уверенность в себе и своих силах, а также понимание того, как полученный дар можно сохранить и использовать в дальнейшем. Здоровье и питание. Полезный пост и голодание. Переедание запрещено. Под запретом также алкоголь и мясо. Пользу организму принесет поход в баню или сауну. Сегодня не рекомендуется вдыхать резкие запахи. Вообще, работа с запахами неблагоприятна. Сегодня лучше не выбирать духи и не пользоваться ими. Не рекомендуется стричь волосы. День травмоопасный. Также не рекомендуется напрягать зрение. Возможны боли в области лопаток, позвоночника и брюшины. Болезни, начавшиеся сегодня, не опасны, но могут затянуться. Лечитесь обычными методами, не меняйте врача. Болезнь пройдет без осложнений, если в доме будет поддерживаться благоприятная атмосфера. Сохраняйте оптимизм и доброжелательность. Любовь и отношения. Сегодня один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты коммуникациям, найдите себе компанию единомышленников. Общение с ними поможет вам открыть глаза на многие вещи. Говорите с родственниками и близкими людьми, но не доводите до выяснения отношений. Ссоры повлекут за собой негативные последствия. Зачатие ребенка можно планировать, если в вашей паре нет лжи и лицемерия. В противном случае судьба ребенка может оказаться плачевной. Работа и творчество. Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Можно проводить рекламные акции, так как сознание людей – открыток любого рода информации. Вообще все операции – торговые, финансовые – обречены сегодня на успех. Главное – не отвлекаться на рутину. Заниматься мелкими, неважными или даже ничтожными делами сегодня не рекомендуется. Настройтесь на упорный труд и на победу. Можно отправляться в командировку или путешествие. Бизнесмены, ученые и творческие люди – сегодня все успешные и решительные. Публичные выступления будут даваться легко. Не бойтесь принимать важные решения или вступать на руководящую должность. Если вы решили уволиться или сменить сферу деятельности, сделайте это сегодня. Единственное, чего делать не следует – это затевать судебные разбирательства. Любые формы выяснения отношений в 20-й лунный день нежелательны. Сад, огород. На 20-й лунный день луна идет на убыль. Жизненные соки растений идут к корню. Растения в этот момент отдыхают, и процессы роста и активности значительно замедлены. В связи с этим наступает благоприятный период для работы с верхней частью растений. Можно обрезать деревья, делать прививку, избавляться от сорняков. На убывающую луну рекомендуют сажать те растения, съедобная часть которых растет в почве. К ним относятся все корнеплоды. Хорошо высаживать кустарники и плодовые деревья. Так как соки растений собираются в корне, накапливая в нем все полезное, то это время является благоприятным для сбора корнеплодов. Хорошо собирать урожай для длительного хранения. Время, идущее на убыль луны, благоприятно для подкормки и внесения удобрений, обрезания усов, прореживания всходов. Очень аккуратно следует обрабатывать почву, чтобы не повредить садовым инвентарем молодые побеги или корни, нежелателен обильный полив. Подходящее время для уборки листвы. При этом мелкие ветки листья желательно не сжигать, а выкладывать вокруг дерева. Таким образом получают естественный перегной, предотвращающий высыхание почвы, а также содержащий питательные элементы для дерева. Чтобы не пропускать наши ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы. Ваш Полар Волф.